Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в литературной гостиной журнала Симбирск. Сегодня наш гость Александр Дашко, поэт, член Союза писателей России, руководитель Совета молодых литераторов Ульяновской области. Александр Дашко недавно стал секретарем Союза писателей России, с чем мы поздравляем нашего гостя. А сейчас Александр расскажет об итогах молодежного литературного года и о том, сколько ярких событий вместил 2023 год. Итак, слово нашему гостю. Добрый день, дорогие друзья, дорогие зрители, слушатели! Я рад приветствовать вас в этой уютной студии, в этой литературной гостиной журнала Симбирск. И сегодня мы с вами поговорим об итогах, об литературных итогах 2023 года. 2023 год стал особенным в жизни нашей писательской организации, нашей молодежной литературной организации, Совете молодых литераторов Ульяновской области. За этот год было реализовано несколько очень удачных, интересных проектов, направленных на развитие, поддержку и продвижение наших замечательных молодых писателей. Совет молодых литераторов, как уже неоднократно говорилось и в этой студии, и на других мероприятиях, это такая всероссийская организация, которая существует при Союзе писателей России и помогает молодым, творческим, талантливым людям, молодым литераторам развиваться, объединяться, продвигать свое творчество. Совет молодых литераторов сейчас существует в 50 регионах России, и наш Совет молодых литераторов Ульяновской области был одним из первых. Он зародился в сентябре 2017 года, вот уже 6 лет. Мы стараемся продолжать традиции нашей симбирской литературы, ведь наша земля, наш край всегда был очень богат на имена. У нас родились такие выдающиеся писатели, личности, как Николай Михайлович Крамзин, Николай Михайлович Языков, Денис Давыдов, Иван Александрович Гончаров, Николай Благов и многие другие. И сегодня молодое поколение писателей создает новую страницу в истории литературы своими стихами, прозой, своими размышлениями. В этом году мы очень хорошо реализовали несколько проектов, о которых хотелось бы поговорить подробнее. Конечно, мы очень благодарим за поддержку, которая в этом году была оказана и Союзом писателей России, и Министерством искусства и культурной политики Ульяновской области, и, конечно, Министерством молодежного развития Ульяновской области. В этом году регион Ульяновская область получила большую федеральную субсидию, 116 миллионов рублей, от Федерального агентства по делам молодежи в рамках проекта «Регион для молодых». Субсидия направлена на комплексное развитие молодежной политики в регионе. И, конечно, культура – это основа всего, да, и литература занимает очень важную часть, поэтому мы очень благодарим Министерство молодежного развития за ту поддержку, которая была оказана нашим проектом. В рамках «Региона для молодых» мы провели большой фестиваль, мастерскую молодого писателя «Платиновый век», которая прошла в августе этого года. в Ульяновске, которая объединила более 50 молодых авторов из совершенно разных регионов России, которые приехали сюда. Здесь проводились творческие мастер-классы, лекции и творческие встречи в библиотеках города с молодыми авторами. Экспертами стали такие люди, как Роман Геонидович Круглов, заместитель декана факультета экранных искусств Санкт-Петербургского института кино и телевидения, Максим Васюнов, журналист-корреспондент «Российской газеты», Елизавета Мартынова, главный редактор журнала «Волга. 21 век», и наши ульяновские эксперты Елена Викторовна Кувшинникова, главный редактор журнала «Симбирск», Ольга Николаевна Даранова, председатель регионального отделения Союза писателей России, Ольга Георгиевна Шейпак, главный редактор журнала «Мономах» и другие. Два дня общения, два дня обсуждения текстов, два дня разговоров, о литературе, и мы возродили такую прекрасную традицию, которая была раньше, когда каждый год на ульяновской земле проходили большие совещания, фестивали, форумы молодых писателей, и в этом году мастерская молодого писателя «Платиновый век» стала таким вот шагом, шагом к объединению на нашей литературной земле молодых авторов из разных регионов. По итогам мероприятий, по итогам «Платинового века» был издан вот такой вот сборник, куда вошли лучшие авторы в мастерской. Здесь есть как и ульяновские авторы, Екатерина Богданова, Владислав Ванюков, «Марионесса Рождественская» Артем Прошин, так и авторы из других регионов. И чтобы наглядно проиллюстрировать то, что было на мастерской молодого писателя, я хочу прочитать небольшое стихотворение. Стихотворение называется «Стихотворный эскиз». Зима набивает сугробами ночь, Как кукольные ваты игрушку пустую. Я мир параллельный словами рисую, И, Бога, прошу мне помочь. Взгляните на мой стихотворный эскиз, Почувствуйте колкую ласку снежинок. В том мире преступник и праведный инок Нашли, наконец, компромисс. Там каждый поверил в себя и в людей, Там каждый безумец зовется пророком, Там радости не ограничены сроком, И нет ни рабов, ни вождей, Там свечи церковные в каждом окне, А чувство любви драгоценный жемчужин Уставшего путника дома ждет ужин, И люди летают во сне. Мы очень надеемся, что инициатива проведения мастерской молодого писателя будет поддержана, И что мы будем проводить это ежегодно, И ежегодно к нам будут приезжать такие талантливые молодые люди. Потому что проведение таких мероприятий Это большой шаг и для тех авторов, Которые приезжают к нам, Потому что они набираются опыта, Общаются со своими сверстниками, Со своими коллегами по Перу. Это большой шаг для региона, Который позиционирует себя как литературная земля. И это, конечно, большой шаг для наших, Ульяновских молодых авторов, Которые получают возможность пообщаться с экспертами, Которые получают возможность показать свое творчество, И услышать обратную связь, Услышать конструктивную критику, И стать лучше. Второй проект, Который крупный в этом году был реализован, Это студенческая литературная лаборатория «Пиши не в стол». Это двухдневный образовательный интенсив, Который направлен на студентов вузов, На студентов техникумов, колледжей Ульяновской, Ульяновской области. В течение двух дней Также проходили мастер-классы, Проектные лаборатории. Мы открыли несколько очень талантливых имен, С которыми будем продолжать работать. И по итогам работы лаборатории Лучшие авторы будут опубликованы И в журнале «Симбирск», И рекомендованы для участия В такой большом фестивале «Молодой Пушкин», Который пройдет в Москве В июне следующего года. Очень отрадно, Что в наших учебных заведениях, Наших техникумов, колледжей Литературная жизнь кипит, Есть целые литературные объединения, Есть люди, которые пишут, Которые хотят развиваться. Еще один проект, О котором хотелось бы поговорить, Это, я считаю, очень большой шаг вперед. Ведь нет ничего важнее для молодого автора, Чем быть напечатанным, Чем увидеть свои строки на бумаге. А самое лучшее, Когда у молодого автора, Да и не только у молодого, У любого автора Выходит своя собственная книга стихов или прозы. Поэтому при поддержке Министерства молодежного развития И Дома молодых Мы реализовали проект, Который так и называется Блиотека дома молодых. В рамках проекта Вышли пять сборников Молодых авторов. Это сборник Марии Богдан После листопада, Сборник Ниссы Матлиной Марии Богдан После листопада, Сборник Ниссы Матлиной Поэзии одного города. Очень хорошая книга, В которой Ниссы Матлина, Молодая, но уже известная Реонская компетесса, Рассказывает о своей любви к городу, Рассказывает о Каких-то интересных местах нашего города, Об улицах, районах, парках, В стихах. И это дорогого стоит, Когда молодой автор С такой любовью Пишет о своем городе. Еще одна книга, Которая вышла в рамках проекта, Это сборник рассказов Предыюня, Молодого прозаика, Молодого, но уже состоявшегося Лауреата Международной премии Имени Гончарова Алины Осокиной. Очень Трогательные, Серьезные, Жизненные рассказы, Которые, наверное, Должен прочитать каждый. Сборник стихов Вокзал судьбы Екатерины Богдановой Это лирика о любви, О жизни, Размышления о месте Человека в этом мире. Екатерина Талантливый автор, Пишет стихи и прозы. Вот теперь мы вот увидели Сборник ее Стихов. И Наконец Сборник Совсем юный Поэтессы Влада Митрофановой, Который называется Привкус мечты. В него Тоже вошли стихи Влады, Которые очень Очень лиричные, Очень воздушные И возвышенные. Мне бы как раз Хотелось бы Да, прочитать Одно из стихов Влада Митрофановой. Побежали По лунной дорожке Прямо в сердце Волшебницы леса, За ночуем В разбитой Старожке Выпьем чай У эльфа Повесы, А наутро Отправимся В горы Покататься На облачных Гривах, Заплетем Эдельвейсы В узоры, Принесем В изумрудные Нивы, Побежали По нитке За счастьем, Получу, Мы отыщем Дорогу Золотой Паутиной Украсим Нашу Жизнь С ее Точностью Строгой. Мы в следующем году планируем провести ряд презентаций в библиотеках города. Кстати, мы подарим эти книги в городские библиотеки, там можно будет с ними познакомиться, можно будет их прочитать. И также проведем ряд презентаций в городе, сделаем выезды в область, потому что жители региона должны знать, о чем пишет молодежь, о чем пишет современный ряновский автор, о чем они думают, какие вопросы, ведь поэты-писатели всегда ставят вопросы и перед собой, и перед своими читателями, всегда размышляют, размышляют о, наверное, самом важном и самом сокровенном в нашей жизни. Также совсем скоро увидит свет коллективный сборник молодых авторов, который называется «В объективе слова», куда вошли 25 молодых ульяновских поэтов и писателей, и это такой, наверное, срез всего того лучшего, что сейчас написано молодыми авторами вот здесь, сейчас, вот такая молодая ульяновская литература, какая она есть. также хочу отместить, что нам очень помогали в создании серии книг наши дорогие друзья, молодые художники, которые проиллюстрировали все книги, проиллюстрировали стихи и прозу молодых авторов, проиллюстрировали сборник, даже вот Антон Лазарев нарисовал обложку сборника «Платинный век», молодой художник, педагог, член молодежной секции Союза художников в России. Вот такие три глобальных проекта, которые были нами реализованы в 2023 году. Ну, кроме этого, регулярно работала литературная студия «ЛИК» для молодых писателей. В прошлом году, когда мы отмечали юбилей Совета молодых литераторов, мы приняли решение присвоить литературной студии «ЛИК» имя нашего наставника, друга, замечательного ульяновского поэта Александра Дмитриевича Лайкова, который эту студию, который стоял у ее истоков еще в далеком 2014 году. И мы провели семь заседаний литературной студии, где обсуждали тексты молодых авторов, где дискутировали о литературе, дискутировали о творчестве. И наши двери всегда открыты для молодых авторов, потому что очень важно поддерживать таланты, давать обратную связь, говорить о литературе, ведь в спорах рождается истина. И хорошим завершением года стало то, что Совет молодых литераторов Лиановской области стал лучшим в России по оценке экспертного жюри премии «Слово», которую проводил Союз писателей России. Церемония награждения прошла 8 декабря в рамках празднования 65-летия Союза писателей России. Это очень большое знаковое событие, что уже 65 лет существует Союз писателей России, который объединяет все регионы, которые объединяют писателей. И 8 декабря прошла церемония награждения, где Совет молодых литераторов Лиановской области был отмечен как лучший в России. Экспертное жюри оценивало и количество и качество реализованных проектов, оценивало открытость вовлечения творческой молодежи в деятельность, продолжение духовных традиций и ценностей русской литературы и, конечно, качество творчества молодых авторов, которые состоят в организации. И очень приятно нам, что наш труд был так высоко отмечен и это большой стимул расти, развиваться дальше. И, конечно, в следующем году у нас будет еще много интересных проектов, много интересных возможностей для молодых авторов. И, конечно, вот кроме юбилея Союза писателей еще была программа для руководителей СМЛ со всей Россией в Московском институте культуры. Было очень интересно поделиться своим опытом и, конечно, послушать опыт СМЛ других регионов. Что-то возьмем полезное, что-то добавим свое. И победа в премии слова это, наверное, не повод сказать, что все сделано, а повод подумать о том, как сделать, чтобы было еще лучше, как сделать о том, чтобы было еще интереснее, как вовлечь еще, открыть еще больше интересных имен, которые, безусловно, есть, потому что сама атмосфера, сам воздух в Леонусской области пропитан литературой. И хотелось бы, наверное, еще поговорить о том, что в этом году да, изданы книги, да, проведены мероприятия, но, кроме того, открыты и открыты новые имена. Ведь главное богатство любой организации это люди, да, особенно творческой организации. Я думаю, что, наверное, успешность или неуспешность творческой организации измеряется тем, сколько новых имен открыто, скольким людям сумели помочь найти себя, подсказать, куда идти, в каком направлении двигаться. И в этом году мы открыли очень интересных авторов, например, Артем Прошин, совершенно невероятный молодой ульяновский поэт. Я уже читал сегодня его стихотворение, но хочется еще раз про него сказать, что действительно я просто какой-то уникальный человек с очень хорошими стихами. Мы открыли, например, Регину Хайрулину, тоже молодой прозаик, студентка Ульяновского педагогического университета. очень хорошая проза, и я надеюсь, что она вырастет в очень крепкого прозаика и сможет так сказать порадовать нас своими большими успехами. Владислав Тихонов, тоже молодой поэт, автор-исполнитель, мы больше его знаем как Барда, знаю, он тоже был в этой студии, тоже человек уникальный, с замечательными песнями, с прекрасным голосом. И многие-многие другие, кого-то так вот открываешь, объединяешь, и, наверное, вот это и есть совет молодых литераторов, это творческое общение, творческая дружба, новые люди, новые имена. И самое главное, чтобы творчество всегда было на первом месте, чтобы творчество, творческий родник у наших молодых авторов никогда не секал. Дорогие друзья, хочется вам пожелать крепкого здоровья, безграничного вдохновения, энергии, читайте хорошие книги, читайте поэзию, прозу, открывайте для себя что-то новое. Пусть каждый день рисует вам большие, широкие горизонты и новые, еще не покоренные вершины. Ну, а я закончу свое выступление своим очень старым стихотворением, которое как раз о том, что нужно всегда идти вперед, никогда не сдаваться во что бы то ни стало. Граненый лед моим растоплен жаром, дыханием, касанием простым, смурное небо старым самоваром пускает серый в клочья рваный дым, а мне будет чай, какая незадача, у Бога видно, кончилась вода, растоплен лед, но снег кряхтит, как кляча, увы, борьба, удел наш навсегда. Идти в пургу, пусть даже на удачу споткнуться, поскользнуться и упасть, быть может кто-то все же выдаст сдачу за эту неразмененную страсть, тогда какой-то голос незнакомый меня вдруг спросит, будто невзначай, ведь хорошо, что в пургу туристом на небесах не пил ты с Богом чай, и я пойму, что падал я недаром, с души сдирая кожу, а пока смурное небо старым самоваром пускает серым дым облакам. До новых встреч, дорогие друзья! Благодарим Александра Дашко за участие в нашей программе. В декабрьском номере журнала «Симбирск» читайте подборки стихов из новых книг наших молодых авторов Нисы Матлиной, Влада Митрофановой и Марии Богдан. Хочется прочесть в заключении стихотворение из книги Нисы Матлины, посвященной родному городу. Итак, Ниса Матлина. «Этот город молитв, этот город проклятий, город встречи прощаний и вечных объятий, я песчинка его вихренового века, я в скитаниях ветров, нимфа, эхо, этот город мудрец, сотни истин втолковывал, знаем, в югою жог, мой характер выковывал, этот город судьбы, черновик перелистывал, ничего не забыл, соловьями посвистывал, да, на свой добрый лад всю ее перекраивал, дал мне веры, любви, стер печали окраины, и сейчас предо мной в ритме будин усердно, он лежит и стучит, как раскрытое сердце». Дорогие друзья, желаю вам самого доброго и светлого в наступившем году добра и радости. Редактор субтитров